Всем привет! Это Хайтак, можно сказать, практически из центра Европы, из Варшавы. И интересные новости. В то время как белорусы релацируются и переезжают, мигрируют, ну куда? В Европу, Литва, Польша, Германия, Франция, Италия, Испания, Европа большая, в России набирает обороты, релокация, куда бы вы думали? В КНДР. В Северную Корею. И это не шутка. Действительно, в России теперь предлагают россиянам переезжать в Северную Корею. Предлагают и ВНЖ, и ПМЖ, и покупку недвижимости, и даже, не поверите, трудоустройство и открытие своего бизнеса. Ну, это, как говорится, кто на что учился. Итак, мы начинаем Хайтак, практически в рифму. Константин Горячий, Денис Дудинский, Михаил Зуй и Катерина Водоносова. Что хочу сказать. Релокация с Россией, конечно, может и добрая идея, но это будет все тяжелее. Почему? Релокация должна быть лучше за все на самолете. А после таких новинок ты будешь бояться на их летать. Аэрофлот из-за нехватки запчастей приказал сотрудникам реже фиксировать неисправности в самолете. И они таки сказали, что, ну, коли не вельми значны неисправности, коли не вельми значны пошкоджени, так нормально. А где эта червоная линия? Петрович, Петрович, у нас тут шасси нет. Полетели. Круси, круси на изоленту эту крыло, крыло. На жуху, на жуху, с синей изолентой нормально. А, Лукашенко ж запросили на саммит. Гэта был не шакана. Да. Не шакана. Да. Что я надказал? Просто такая невеличкая цитата. На фоне растущего геополитического противостояния на планете, диалог в истинном духе Сан-Франциско сегодня востребован, как никогда, со времен окончания Холодной войны. Для их ох, это просто вакации в духе Сан-Франциско. Я думаю, блин, это ж я, это ж там тепло, это ж я сланцы возьму, плавки выгулею, да? Если ты идешь в Сан-Франциско, ты должен носить плавки. А я думаю, ай, и волосы отпущу. Слушайте, так это, ну тогда это надо, Александр Григорьевич, вы подумайте, Наталья Эйсман, вы подумайте об внешнем облике Александра Григорьевича. Это клеш, брюки-клеш обязательно. Гавайская рубашка. Фенечки, фенечки. Фенечки, длинные волосы. Я могу поделиться потерками. Костя Рына, вы повинны станшить. Давайте, давайте. Нет, вот, вот, вот. Это же... Это выступление Александра Григорьевича Лукашенко на саммите в Сан-Франциско. Не, ну он на такой шляпе зайдет, в очках, с коктейлем большим, да? Если себе собачек там купить, ты такой, о, ребята, привет! Батя в здании. Главное, чтобы настроение было хорошее, и главное, чтобы на пользу. На Польшу. У Беларуси избираются выдать сборник вершу, який быдет называться «Хата не з краю». Зэц зроблена у наших улюбённых жоута-червонных тонах, у духу Георгиевской стужачки. И гэтым сборником пахвалюся у интернете нехта, поэт с Браслова, Виталь Шлабович. Мне вогуля падается, что у него некий такий пунктик на литерах, таму, что у Браслова ёнкируе литературный саполка, яка называется «Литера-ы». Литера-ы. Ну, твёрдый знак. Твёрдый знак. Як назвать эту литературную саполку? Не надо объяснять, что твёрдый знак – это не буква, это знак. Но, тем не менее, у него это буква, да? Какие стихи, наверное, такие? Я выросла подивиться, а что ж написал гэтый про красный человек Виталь Шлабович. И мне вельми спадабалося, ведайте. Сугробы обмякли. На раскисшей тропе. На белой простыне лежу в палате номер шесть. На костях славян резвится 21 век. Златохлебная станица пеленает в кровь коллег. Альба, вот это «на задворках больной суеты». Мне подается всё житё, гэтого человека можно окрэслить гэтыми словами. Ещё. Россию возлюбить всецело. Так безнадёжно и беспечно способна лишь поэта тела, чтобы душа жила в ней вечно. Слухай, а лишь гэтый сборник патриотичный, да? Ну, конечно. Но это тело на раскисшей тропе. Некую патриотичную музыку, её свершим, можем поспробовать. Песня «Тишина не клюёт». Давай, Катя, с тобой вместе. А я так не спою под конкретную музыку. Давай, 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 я тебе помогу. А давай что-нибудь абстрактное. Обметали туманы, клубящейся пряжей. Уречены одинокий печной сапожок. Из кирпичной трубы, перепачканной сажей. Полумесяц проказливо высунул рок. Проказливо высунул рок. Проказливо. А, проказливо. Ливо. Ростов. Раз уж мы по-росеюшке матушке прошлись. Средняя зарплата в Ростове вырастет до 100 тысяч рублей. Ух ты! Тут же подзаголовок. В Ростовской области средняя зарплата достигнет 100 тысяч рублей. Ещё очень не скоро. О, класс! Это я наивучились у Александра Егоровича, который сказал, наш народ будет жить плохо, но недолго. Так и тут. Ну, это опять-таки камушек в огород нашим пропагандистам, когда им задают вопрос, мол, когда у нас ВВП достигнет триллионов и сексильярдов, не надо прятать глаза, не надо. Учитесь, отвечайте, что очень скоро. Но не скоро. У меня есть майстер-класс. Свежий майстер-класс от ректора БДУ Андрея Короля. Спытали на СТБ те вырастут цены на нарушение. Что я надказал? Вось. Стоимость обучения привязана к определённому основанию, к определённой кухне. Она не может ни упасть, ни вырасти по своему желанию. Всё имеет чёткую привязку. И в соотношении с нашими внутренними затратами на подготовку специалиста в равной степени мы, конечно же, учитываем и ориентируемся на конкурентность с точки зрения наших ближайших партнёров, которые также могут принять этих абитурентов. Агентство «Минск-Новины» написало про то, что на журфаку принимаются уступные испыты. И заседает Держкомиссия. Зараз я попрошу что-нибудь, видишь, Костя, як калі які-нибудь прэмії уручаюць, дипломы, что-нибудь такое. У Державную комиссию у Вайшули. Головный редактор газеты «Минский курьер» Кирилл Казакоу, прапагандыстка АТН Мария Петрашка и прапагандыст АНТ Игорь Тур. То есть это экзаменационная комиссия? Это экзаменационная комиссия. Давайте вспомним, что казаў Игорь Тур. Вогля, что это за персонаж, таким раптом хтось не забыл. Мне падабаец, а я гонная наступная высловия. Я не люблю геев. Я не расист. Ладно, немного расист. Но чёрный-чёрный, потому что у неё такой цвет. Беспаллое существо – это ненормально. Мода ваша – безвкусный, отстой. Феминизм придуман некрасивыми женщинами. Крым и Донбасс – российские. Украина – не государство, а Байден – старый. На чужой каравай рот не разевай. Без труда не вытащишь и рыбку, и слова. Небо синяя трава зелёная. Меня зовут Игорь Тур, а я спать. Тур, тур, тур. Уявляйте, какие билеты будут в испытах в этих экзаменах. Какой Байден? Старый. И это правильный ответ. ЛГБТ – фу. Байден – фу. Америка – фу. Александр Григорьевич – ням-ням-ням. Принят. У Забайкали побудовали мост. Этот судон прекрасно. И его разорвало ветром просудки после побудовы. Это знак, это знак. Он придёт. Он будет добрый, ласковый. Ветер перемен. Ветер перемен. А я... Чакай. Як може ветер разорвать мост? Я тебе скажу. Без литосна. Смотри, из чего строят мосты обычно? Бетон, металл. Так. А если построить мост из... И палок. Из говна и палок. Будем смотреть правде в глаза. Будем называть вещи своими именами. Это как в «Трёх поросятах». Пришёл волк. Дунул. И мост у Наф-Нафа, Ниф-Нифа. И нюф-Нюфа. Нюф-Нюф. Нюф-Нюф. Развалился. Поскольку у нас пошёл такой вот поэтическо-музыкальный практически уклон, я предлагаю встретить нашего прекрасного гостя. Знаем, любим и встречаем с удовольствием. Это Владимир Пугач. АПЛОДИСМЕНТЫ Боба! Привет, Аня. Здравствуй, здравствуй, здравствуй. Привет, Аня. Ох! Привет, Аня. Давайте я его каждый раз запрашаюсь. Мне ведь не сподобалось. Конечно, конечно. Присаживайся. Мы рады тебя действительно видеть. Нечасто в нашей программе гости. Я действительно рад. А ты действительно рад. Да, да, да. Я, готовясь к встрече с тобой, я посмотрел концерты твои, послушал много твоих песен, и я наткнулся... Проанализировал творческий путь. Полностью, полностью причём. Так. Я наткнулся на одно видео, и я считаю, что это самый главный концерт в твоей жизни, самый трогательный и самый важный. О каком концерте я говорю, скажи мне? В самолёте. Нет. Ну, остальные все примерно одинаковые по трогательности. 2020 год. 2020 год. Шёл 2000... А, на балкончике, наверное. На балкончике. Площадь перемен. Площадь перемен, да, балкон, люди заблокировали входы, и ребята в масках, незнакомые, на этаж выше ходят такие. Вот это видео. Это же выше спецназ на крыше. Вот это именно вот этот момент, когда над тобой проходят в поисках тебя. Я не умею будем лягать всегда, но я могу. Люблю любить, несоответствие характера приходится один. Да, да, да. Я это потом только увидел. Я же когда смотрел, ну, вот играл, я не видел всего вот этого, что происходит. Я думаю, играю, играю. А в какой-то момент я играю, и люди начинают говорить фу! Вот, вот. Я думаю, что не так? Я давно этим занимаюсь, я умею. Оказалось, в этот момент меня там сверху пытались с очком. Да, да, да. С очком. Как ты спасался? А можно ли сейчас об этом говорить? Люди, которые мне помогали. Имена не называй. Да. Ну, в общем, так или иначе, мы когда закончили, люди разблокировали все двери. Ну, в этот момент нас завели в одну из квартир. Где-то часик мы там посидели. У них была потрясающе налаженная система разведки по периметру двора. Они там друг другу какими-то маяками показывали, где машины стоят, где нас поджидают. В итоге сказали, что они переехали отсюда туда. Ага, это тут свободен. Нам дали байки с капюшонами, завели в гараж у них внизу, посадили в какую-то машину, вывезли из двора от этой машины. И потом мы вышли и как-то разъехались. Я вам тебе скажу, что у нас Катерина призналась, что она, конечно же, знает Владимира Пугача и группу Джей Морс, но не совсем знакома с литературным наполнением текстов. Это нормально для человека. Я ведаю про веслоухую принцессу. А поскольку тексты Владимира Пугача, они очень утонченные, ажурные. Выкшталционные есть такое слово для русских. Исключительные. Коли я не помыляюсь, Миша, ты вздымался в клипе на веслоухую принцессу. Так, вздымался. Вильмикрональный клип зараз тут будет, так сказать. Фрагмент с Мишем. Поцелуй меня украдкой, веслоухая принцесса. Ты печальна, ты прекрасна, ты всегда на грани стресса. Это какой год? 2006-й подается. А Миша, Миша какой. Покажите еще раз Мишу. Вот он, вот он Миша. Я еще без усов, я еще был не тренд. Да, он сейчас не тренд. Это говорит мне человек с испанелкой. Да, поцелуй. Итак, игра. Играем в... Я не знаю, как эту игру назвать. Игра Джей Морс. Угадай поэзию. Угадай поэзию. Я тебе буду строчки из текстов группы Джей Морс, написанные Владимиром Пугачем. Так это не поэзия, это вот именно строчки из текстов. Это песенное творчество, да? Окей. Либо же, а ты будешь отгадывать, это Владимир Пугач написал или искусственный интеллект. Первое стихотворение. Так. Отгадывай, это Владимир Пугач написал или искусственный интеллект. Присоединяйтесь, друзья. Бизнес-классом в никуда из ниоткуда снится на ресницах пепел, на ресницах ница, на ресницах пальмы. Все могло случиться, все нормально. Зараз секундочку. Интеллект Пугач, интеллект... Пугач. Так, есть. Есть. Следующее. Комитет матерей дауншифтеров ритуально сжигает открытки сгуа. Я стою у окна в вязаном свитере. Кто-то вдруг не вернулся из Питера, просто взял и остался у ней навсегда. Это. Мне подается, что Владимир Пугач лепше, верше, складая. Нехай это будет штучный интеллект. Это Владимир Пугач. Катя Рына. Ты ж слова такие, дауншифтеры, ну як. А, это будет мой маркер. Все, я понял. Мой преданный друг, ты не понял, ведь небо за нас не ответит. Галактика тоненьким поясом, Венера в ажурном корсете. Ой, мне подается, это Владимир Газманов. Маяковский. Владимир Газманов. Владимир Газманов. Это такое. Олег Пугач. Кто это? Нехай будет штучный интеллект. Так, это интеллект. Слушай, а можете потом скинуть этот стих? Я тебе все скину. Спасибо. Я не так сказал. Так, это интеллект. Як быцем у нас батла интеллект. Дзе Пугач, ну ты что? Это естественный интеллект. Это искусственный интеллект. Так было, ты же знаешь, так будет, ты же веришь. Мечтами о трепетном чуде мы пишем сонеты на теле. Сонеты на теле? Ой, это прям Шекспир. Нехай будет Владимир Пугач. Это интеллект. Скинешь тоже. Я тебе скину, да. У тебя право есть на выконокрыстание этими текстами? А там нужны права на... Ну, не ведаю, мне подается, что так. Хорошо. Ну и давай еще. Еще два. Еще два. Еще парочка. В ожидании праздника ощущения разные. Подумаешь – страшно. Потрогаешь – сложно. Попробуешь – можно. Это озаренок. Это ты сейчас подпрыгнула туда, куда нельзя прыгать. Потрогаешь – сложно. Не потрогаешь – можно. Подумаешь – страшно. Потрогаешь – сложно. Попробуешь – можно. Нехай это будет все-таки штучный интеллект. Так. Это искусственный интеллект. И последнее. Все врут. Пропускай сквозь себя эти радиоволны и флут. Все гуд. Просто стало в квартале темно, и троллейбусы ждут давно. Флут, гуд. Это Владимир Пугач. Как тебя? Почему там на этих словах? Гуд, гуд. Як-то отшула розницу. По яких маркерах? У тебя есть выкшталционное такие текавое слово, яких не ведаю озаренок. Вось, калибы у штучный интеллект, там было заразуме. Там галактика. Вось, гэта вот все там что-то можно, нельзя. А вось флут, гуд, ницца. Адразу потыхая аристократизмом. Ах, со. Дорогие друзья, что произошло? Мы зашли на страничку Григория Озаренка, нашли его самые яркие, интересные, красочные эпитеты, слова и выражения, и составили из этого текст для песни. И сейчас мы хотим попросить Владимира Пугача в свойственной ему красивой манере исполнить этот текст. Итак, дамы и господа, песня, музыка Владимира Пугача, слова Григория Озаренка. Я должен сделать заявление, что, как вы выражаетесь, в манере Джей Морс, на сложного атом не будет. Я могу предложить вам пример блатного шансона, плавно переходящего в городской шансон. Вова, тебе можно все. Да. Это квадратненько, а дальше надо ловиться. Доброе. Это на музыкантском языке. Так. Простите меня, Христоразия. А дальше. Бочебешная тварь, завали свой поганый хлеб пальни. Ты, упокойся, ползи на коленях, обратно в слезах и соплях. Вы, визжащие свиньи, отбросы враги президента. Вы, глисты, вы, измагарские мерзкие, пшетские сблев и дрысня. Мне кажется, что бы ты ни пел, что бы ты ни играл, все равно получается красиво. Красиво. Это была песня от Владимира Пугача на слова Григория Азаренко. Ты, напевно, ведаешь, что у Александра Рыгоровича есть властный мерч. Там есть разные выразы, к шталту «Раздевайся и работай». Его пропоновали недавно на показе мод для директоров и керующего склада, для женщин. Приходит такая начальница. Ну, не веду, зараз буду мать. Раздевайся и работай. Так. Але самый, напевно, эксклюзивный мерч, який только можно уявить, это подушка с выразом, який взлетел из вустного Александра Рыгоровича, «Чтобы понять, как я сплю, со мной надо спать». Ты купляешь эту подушку, и Александр Рыгорович завсёдый. И ты разумеешь, про что он думает, и что, як это працую? Я, ну, в принципе, это працую, но ведаешь, как стать старшинёль, а не ж комиссии, с ним надо спать. А, ну, это, разумела, разумела. Але, вось, мне падается, что повинен быть эффект, я, коли у кого-нибудь, вось, куфаль пива выпью, и тогда, разумею, про что человек думает. И то самое с гэтой подушкой. Ты поспал, проснулся, и... Надой! Надой! Люпин! Жита! Бураки! Ещё надо спасать! Тут как раз напрашивается фраза, «Да я бы с вами, Александр Григорьевич, на одной подушке спать не мог». А представляете, вдруг он вообще не спит. Никогда. Он заходит куда-нибудь в спальню, становится... Кладётся в труну, как панкир. Становится на базу. Беспроводную. И выключается, да. Не, он даже беспроводной не доверяет. Он такой вот, да, да, вот. Заставляет себе нормальный силовый штекер. Это многое бы объяснило. Недавно его хозаратка села, да раньше. И в пауэрбанке не было, и тому и зник на этот день. Ну, раз мы уже заговорили про здоровье Александра Григорьевича, то мы адмыслова падрыхтаваліся и хочем песня, якая зараз прагучить, пажадать ему всего наилепшого, того чого жадаюць ему усе беларусы свету. Как же пропаганда будет дали жить там, де не буде тебе? Як же буде жито у поле колосить без твоего удела? Вся убе Сникнуть бюрократы Раптом И пройдя в сна Не помирай А замрышь, я хочешь Весь родный край Не можа спать ночью Шампанское сноу Спокушай от божьих веры Ты не уявляешь, як не святковать Будем той радостной день Пусть вся природа станет оживать Приде параде Зацветуть лилей Белым И приде вясна Не помирай А замрышь, я хочешь Весь родный край Не можа спать ночью Шампанское сноу Спокушай от божьих веры Дорогие друзья Катерина Водоносова Владимир Пугач Константин Горячий Михаил Зуй Денис Дудинский Всем хорошего настроения Верьте в лучшее Пока Пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»